Вы смотрите шоу «Доктор Грегор на кухне», в котором я демонстрирую науку в действии. Сегодня я поделюсь с вами рецептом своего нового любимого напитка – овощного смузи. Я знаю, звучит не очень, но не спешите с выводами. Идея этого рецепта появилась из результатов моего исследования овощей, богатых нитратами, таких как свекла и шпинат. Они улучшают приток кислорода, расширяя кровеносные сосуды. И невероятно увеличивают эффективность кислорода, помогая получить нам большее количество энергии из каждого вдоха, что приводит к повышению всех видов атлетических способностей, улучшает легочную функцию при эмфиземе, снижает высокое давление, помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, стимулирует мозговые процессы и может даже увеличить продолжительность жизни, снижая интенсивность основного обмена веществ. Но свекольный сок быстро портится, и его сложно найти. Я думал, что подойдет овощной сок от марки В8, в составе которого есть и шпинат, и свекла. Но в настолько малых количествах, что вам придется выпивать по 15 литров в день, чтобы получить суточную дозу нитратов, рекомендуемую мной. Поэтому я подумал, что будет проще сделать свой собственный сок. В моей новой книге рецептов он называется «Взрыв из 12 овощей». Вам придется начинать все с нуля. Свежих помидоров для этой передачи внес небольшие исправления, чтобы рецепт понравился даже новичкам. Я хочу показать вам именно ту версию, которую я готовлю каждый раз, когда оказываюсь в любимой обстановке дома, а не застреваю в какой-нибудь забегаловке в аэропорту. Начнем с пяти многоразовых пакетов. Положим по стеблю сельдерея в каждой из них. Я заранее помыл все овощи. Затем по одной моркови в каждый пакет. Чистить их не надо. Можно просто с помощью обуха ножа соскрести самые верхние горькие слои. Затем половинку красного, желтого или зеленого сладкого перца в каждый пакет. Что делать с оставшейся половиной? Конечно же, обмакнуть в хумус. Затем побег зеленого лука. Предварительно отрезаем кончики с корешками. Затем по одной пятой маленькой свеклы. Если добавить хоть немного больше, будет сильный свекольный вкус. И по одной пятой свежего перца халапеньо. Это дело вкуса, но я люблю поострее. Полсантиметра свежего корня куркумы. Если в ваших магазинах его не найти, купите на ebay. Я не шучу. На вид он не очень, но... Когда вы его разрежете, вы увидите просто удивительный цвет. Под конец мы оставили самое лучшее. Какая еда самая полезная в мире? Зелень. Как вы уже, наверное, догадались, я делаю заготовки для смузи на пять дней вперед, чтобы сделать наиболее здоровую пищу наиболее удобной. Но зелень, такая как руккола, содержит больше нитратов. Мне кажется, это самый богатый нитратом ингредиент и также самый вкусный. Но ни за что не сохранится в течение пяти дней. Начнет желтеть и вянуть. Поэтому я использую более сочную зелень, такую как капуста кале и волнистая петрушка. К тому же кале кое в чем превосходит шпинат. Она крестоцветная. Я положу попучку капусты и петрушки в каждый пакет. Теперь все пакеты отправляются в холодильник и ждут своей очереди. Когда вы готовы к рок-н-роллу, вот что вам необходимо сделать. В блендер для коктейлей налейте стакан овощного сока без соли или томатного сока без соли. Один стакан льда. Одна восьмая чайной ложки свежесмолотого перца. Затем пол чайной ложки хрена. Я использую покупной хрен, но вы вполне можете делать его сами. Просто найдите корень хрена. Кстати, я никогда не пробовал со свежим хреном. Разрежьте на небольшие кусочки и разложите по пакетам. Если кто-нибудь попробует, дайте мне знать. И, наконец, сок половины лимона. Дополнительно можно натереть цедру. Затем разрезать и выжать половину, а другую оставить на завтра. Вот что вам необходимо делать каждый день. Это занимает всего несколько минут. Последний шаг — добавить содержимое овощного пакета. Чтобы сэкономить еще больше времени, вы можете приготовить заранее все жидкие ингредиенты. В этой бутылке примерно 4 стакана. Вы можете просто выжать сюда 2 лимона, добавить 2 ложки хрена и достаточно перца. И тогда вам останется сделать всего лишь 3 шага каждый день. Стакан смеси из соков, стакан льда и один пакет овощей. И вы готовы к началу нового дня. Последний шаг — смешивайте в течение 10 отжиманий. Одна порция идеально помещается в стеклянную банку. Только посмотрите. Осталось лишь воткнуть соломинку. Прохладный, освежающий, пикантный. Очень пикантный. И вы только подумайте о составе. Здесь только овощи. Это вершина здорового питания. Нельзя вообразить более полезный напиток. Идеальным будет пить его жуя, грецкие орехи, тыквенные семечки, кусочек авокадо или что-то вроде того. Жиры в любой форме, чтобы максимально увеличить усваиваемость жирорастворимых каротиноидовых веществ. Если вы хотите узнать больше рецептов здоровой пищи, которые включают в себя самые полезные продукты со всего мира, читайте мою новую книгу рецептов. Книга рецептов «Как не умереть». Сейчас она доступна по предзаказу. Она выходит в декабре, как раз к праздникам. Я бы сказал, что это хороший рождественский подарок, но крупный. Поэтому вам придется постараться, чтобы запихнуть ее в носок на камине. Но зато можно без проблем подарить ее на Новый год. Вся прибыль, которую я получаю от продажи книг, дисков, выступлений на публике – все идет на благотворительность. Я просто хочу, чтобы вы были здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok